На вопрос, почему решила поработать в студотряде, Полина Кайлевич ответила, не задумываясь. Хочу заработать деньги, да и желание содержать двор родной первой школы в чистоте тоже есть. Вот и записалась в сервисный студотряд. Заявку подала в мае. Трудоустройство получила в июле. Была зачислена в сервисный студотряд, организованный Лидским райкомом БРСМ. И в течение 10 рабочих дней выполняла обязанности школьного дворника. Мне нравится, график удобный, работать несложно. Если ты ответственный, то у тебя все получается. У меня хорошая напарница, мы вместе, и поэтому все прекрасно. Напарницей Полины Кайлевич была Маргарита Ущенчик. В первой школе она проучилась 9 лет. Говорит, ее школьный двор всегда отличался чистотой и порядком. Во многом это заслуга техперсонала. В этом году свою лепту внесла и Маргарита. У нее это был первый опыт работы в студотряде. Я считаю, что это хорошая возможность, хорошо позаработать на какие-то свои нужды. Причем работа очень несложная. График достаточно удобный. То есть утром спокойно поработал, потом можно дальше продолжать делать свои дела. Если в следующем году появится такая возможность, то я обязательно приду сюда и еще раз попробую себя в этой деятельности. Студотрядовцы на базе первой литской школы работают ежегодно. В этом году они работали в две смены. А это четыре недели. Нареканий со стороны руководства учреждения образования не было. Наоборот, помощь молодежи была весьма кстати в отпускной период. Желающих же поработать в студотряде. Среди старшеклассников было много. Даже проводился отбор. Предпочтение отдается активистам школы, ребятам, с которыми проводится профилактическая работа, а также ребятам, которые воспитываются в многодетных и неполных семьях. На протяжении двух смен молодежь помогает поддерживать порядок на территории нашей школы. Они трудятся ответственно, конечно же добросовестно выполняют свои обязанности. А в свободное время они участвуют в мероприятиях, которые проводятся на базе студенческих отрядов. Вообще работа в студенческих отрядах дает нашим ребятам возможность не только получить какие-то определенные навыки и умения, но и заработать собственные деньги на свои собственные нужды. На протяжении двух недель студотрядовцы убирали территорию девятой школы. Среди них и Наталья Серафинович. Она живет в частном доме, поэтому наводить порядок во дворе для нее обычное дело. Мне тут очень несложно, мне тут очень нравится. Я тут получаю опыт, зарабатываю деньги. И я помогаю маме в частном доме и грабаю, и убираю, ей помогаю. Я с этой работой очень знакома, и мне это совсем несложно. Если в учреждениях образования студотрядовцы работают ежегодно, то комбинат бытовых услуг пригласил этим летом поработать молодежку впервые. Направленные ребята были в прачечную. Летом население активно пользуется ее услугами, поэтому сейчас там горячая пора. По сравнению с зимой объемы сдаваемого белья выросли в полтора раза. Юноши работают в прачечной в качестве пособных рабочих, а девушки выполняют работы по глажению и сортировке белья. Все думают, что простыню так просто сложить или отправить в машину. Изделие должно быть отправлено правильно, правильно сложено, потому что не все так просто. Девочкам, конечно, понадобилось объяснить, помочь, рассказать. И что самое приятное, что они это все услышали, постарались выполнить все требования, которые касаются складки белья. Девочка, хочу сказать, трудолюбивая, исполнительная, дисциплинированная. Чтобы заслужить высокую оценку профессионалов, говорит Виктория Кахановская, пришлось поучиться и потрудиться. Когда получила направление в прачечную, добавляя девушка, даже не догадывалась, что у тех, кто там работает, есть профессиональные секреты. Нравится мне здесь или нет? Ну, я скажу, скорее всего, да, потому что коллектив очень отзывчивый, помогает во всем, поддерживает. Если что-то непонятное, они всегда объясняют. В первое время, конечно, было очень тяжело, но как бы все мы справляемся. Трудности все равно это временно, все проходит, и все время становится, конечно, легко. Я узнала, как научиться складывать белье, потому что раньше я, оказывается, это делала неправильно, полотенце, да и, в принципе, научилась многому в самом отряде. Виктория Кахановская, студентка Белорусского национального технического университета. Казалось бы, отдыхай летом от учебы и ни о чем не думай. Но Виктория увидела объявление в интернете о трудоустройстве молодежи и решила воспользоваться им. Как и другие девушки из студотряда, за смену, которая длится 7 часов, она пропускает около 150 килограммов белья. А этот, отмечают работники прачечной, очень хороший показатель. На протяжении нескольких лет Лицкая молодежь летом работает в Лицком историко-художественном музее. В этом году она была задействована на двух его объектах. Непосредственно в музее и Лицком замке. Юноши и девушки работали музейными смотрителями в экспозиционных и выставочных залах. Лицкий замок – это жемчужина Беларуси, это памятник архитектуры 14-го столетия. И ребята, помимо того, что они здесь работают с смотрителями и смотрят за предметами, они еще узнают историю замка, историю своей личины, историю своего города. Но они нам помогают, потому что сейчас отпускной период, это же лето. И, конечно же, часть сотрудников в отпусках. И, конечно же, нам, ребята, очень нужны помощь. Модератор деятельности студотрядов в Лицком районе Райком БРСМ. Молодежь продолжает помогать работникам прачечной, загородных лагерей, трех строительных организаций и в сельском хозяйстве. С 8 августа к работе приступят те, кто выбрал сервисный студотряд в Доме торговли. В этот же день молодежь ждут в Лицком лесхозе. Надо сказать, что Лицкий Райком БРСМ позаботился и о досуге бойцов студотрядов. Во вне рабочее время для них организуются мероприятия разной направленности. Традиционно ребята, которые принимают участие в работе студотряда, посвящаются в бойцы. Выбирается командир и комиссар студенческого отряда. Согласно плану идеологической воспитательной работы с бойцами проводится ряд мероприятий. Это фоточелленджи, это волейбольные, футбольные турниры. В целом, работа в составе студотряда для ребят – это яркое, запоминающееся, коллективное время. Работать летом или отдыхать – дело каждого. Однако, если больше тысячи молодых лечан изъявили желание поработать в студотрядах, а некоторые сделали это дважды, значит, подобная работа с молодежью необходима.